Всем привет! С вами Макс Попов. Я нахожусь в районе пещеры Воронцовская под Сочами. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о таком явлении в туризме под названием спелеология. В этом видео я расскажу, какие бывают пещеры, какие бывают походы в пещеры, а также, может быть, развенчаю какие-то мифы о спелеологии. Начнем с самого слова спелеология. Спелеология с греческого – это изучение пещер. По большому счету, 90% всех походов в пещеры на самом деле не являются никаким изучением пещер. Это всего лишь посещение пещер. И больше подходит иностранное слово – кевинг. То есть, это такое спортивное, не всегда спортивное, просто прохождение пещер по заранее известному маршруту, по заранее известной навеске. Более продвинутые опытные спелеологи в своих экспедициях пытаются достичь каких-то своих амбициозных планов, поставить какие-то свои рекорды. Самый популярный рекорд спелеологии, конечно же, это глубина пещеры. Самая глубокая пещера, более двух километров глубиной, находится в Абхазии. Это пещера Крубера-Воронья. У нее много разных названий. И, конечно же, самые-самые маститые спелеологи пытаются достичь ее дна и каким-то образом ее углубить. Ну и третий вид деятельности в пещерах, который действительно можно назвать спелеологией, Это уже изучение строения пещер, изучение материалов, из которых она образована, попытка понять процесс образования пещер, а также изучение различных биологических организмов, которые также в пещерах встречаются. Также пещеры представляют интерес и в археологическом плане. В них иногда находятся следы стоянок древнего человека, а иногда скелеты окаменелости животных, пещерных медведей и других каких-то доисторических животных. Поездка, в которой я сейчас нахожусь, это такая новогодняя спелеопоездка, больше организованная для развлечения. Воронцовские пещеры не очень сложные, и их используют для выгула, для обучения новичков. Какие же бывают пещеры? Разновидностей пещер великое множество. Например, бывают пещеры в ледниках. Под многими ледниками находятся горячие источники, и эти горячие речки, проходя под ледником, протапливают туннель. Таких пещер, например, много в Исландии. Они реально опасны, потому что лед нестабилен, может обваливаться, и ходить в них надо с большой осторожностью. В принципе, исследовать в таких пещерах особо нечего, но они очень красивы, и их привлекает огромное количество фотографов. Другой вид пещер – это лавовые пещеры. В лавовых потоках образовываются хода. Как они образовываются? Когда течет лава, она вся горячая, первым, естественно, остывает внешняя корка. Эта корка застывает, а жидкость внутри лавового потока продолжает течь. И в какой-то момент корка, когда уже твердая, последние остатки лавы вытекают, и под этой коркой остаются полости. Опять же, это такие длинные, ну, разные длины пещеры, там от 100 до километра. Встречаются в областях, где активная вулканическая деятельность. И опять же, я посещал такие пещеры в Исландии. Какого-то тоже большого интереса они не представляют, но как факт, это интересный объект природы, и интересно хотя бы раз побывать. В некоторых местах корка вот эта вот обваливается, и образовывает такие большие залы с дырками в потолке. Ну, в общем, это красиво. Есть также пещеры в солях. Я был в такой пещере в Иране. Это такой огромный соляной купол, вылезший на поверхность. Дождями в нем вымывает хода. На самом деле, пещеры внутри тоже очень красивые. И также очень опасно, примерно как ледниковые пещеры, потому что соль тоже нестабильна, и в любой паводок пещера изменяется очень сильно. С нее обваливаются с потолка огромные глыбы. И такие пещеры живые. Они реально меняются на глазах. Также есть пещеры в гипсах. Например, в России, в Архангельской области, в районе Пинниги, находится несколько пещер, ну, тоже своеобразных, интересных. Я там тоже был. Это, скорее, зачастую горизонтальные пещеры, такого лабиринтового вида, но тоже очень разнообразные. И посещение этих пещер сопряжено с тем, что чаще всего туда ходит зимой, зимой там мороз, пещеры обводненные, поэтому в них образовывается большое количество наледей, сосулек. Каждый год они замерзают все по-новому. И тоже интересно для фотографов, потому что каждый год все это меняется, очень красиво. Наверняка существует много каких-то других видов пещер, про которые я даже не знаю. Но теперь я расскажу про самый популярный вид пещер в России, куда ходит основная масса спелеологов. Это так называемые карстовые пещеры. Образуются такие пещеры в основном в известняках. Механизмов образования пещер основных это два. Один из них это растворение известняка водой. Зачастую талой водой. Она очень пресная и легко растворяет в себе соли. А второй механизм это механические. То есть, когда уже пещера достаточно большая, в ней образовываются различные водопады, в паводок несет камни, все эти камни бьются, трутся, ломают другие скалы. И все это превращается в песок и вымывается из пещеры. В России таких пещер достаточно много. Основная часть наиболее интересных, сложных пещер находится на Кавказе, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, вот здесь вот в Краснодарском крае, в районе Сачей есть несколько районов пещерных. Но, конечно же, самые сложные, самые глубокие, самые интересные пещеры высочайших категорий сложности, куда ходят самые амбициозные спелеологи, находятся в Абхазии. Там же и глубочайшая пещера находится, и вторая по глубине пещера в мире. Так получилось, что я сходил в несколько достаточно сложных, интересных спелеоэкспедиций, и во многом моя туристическая деятельность связана со спелеологией. И самая, наверное, интересная экспедиция, в которой я участвовал, это было соединение пещеры Иллюзия с пещерой Снежная, и когда мы вылезли из Иллюзии, то пещерная система Снежная, Межонного Иллюзия стала второй по глубине пещеры в мире, которой она, скорее всего, до сих пор и является. Ну, либо где-то вторая, либо третья. Сейчас же я нахожусь в районе пещерной системы Воронцовская. Пещерная система не очень сложная, некоторая часть ее оккультурена, и по ней воют экскурсии. Однако большая часть остается за пределами экскурсионной части, и там действительно интересная пещера. Оказалось, заметно сложнее, чем я ожидал. Отличное, на самом деле, место для первого какого-то посещения пещеры, для понимания, что такое пещера, что такое обводненная пещера. Здесь даже можно встретить паводок в случае дождя. Реально расход воды в пещере сильно увеличивается, и какие-то места становятся даже непроходимыми. Что из себя представляет карстовая пещера под землей? На самом деле, ответить на этот вопрос человеку, который никогда не был в такой пещере, практически невозможно. Даже если вы были в экскурсионной пещере, вы имеете всего лишь такое отдаленное представление о том, что же такое спортивная спелеология. Это примерно как сравнить, как побывать на Эльбрусе своими ногами, и как посмотреть на него с самолета. Разница примерно такая же. Но я попробую сейчас слегка описать, что это из себя представляет. Во-первых, под землей достаточно стабильная температура. Практически всегда в пещере с глубины уже 10 метров температура стабильна и меняется в течение года на какие-то доли градуса. Зачастую это от плюс 5 до плюс 10 градусов во всех наших кавказских пещерах. Летом это, конечно же, холодно, а зимой в пещере получается достаточно тепло. Когда на улице вот так вот минус 10, минус 20, то залезаешь в пещеру и попадаешь как будто бы в парную. Там плюс 10, 100% влажность и на самом деле получаешь большое удовольствие. А вот когда вылезаешь из пещеры зимой, то существует опасность, что мокрый комбез сразу же замерзает и, в общем, ничего приятного в этом нет. Вся мокрая одежда тут же замерзает, встает колом и бежишь быстрее в лагерь, переодеваешься, сушишься у костра. Конечно же, под землей нет никакого света. Спелеологи носят свет с собой в обязательном порядке носят с собой два источника света минимум. Один основной, второй запасной. Потому что остаться под землей без света это реальное ЧП. Двигаться практически никуда невозможно. Есть шансы куда-то упасть, на ощупь вылезти из пещеры, если это большая крупная система. Ну, практически нереально. И остается только сидеть на месте и ждать, когда за вами придут ваши товарищи, которые вас ждут и не могут дождаться. Бытует мнение, что под землей основные опасности это застрять в какой-то узости, либо что если на вас что-то обвалится, какой-нибудь потолок, все время спрашивают, а не страшно ли там, что вы где-то не застрянете или заблудитесь. Я постараюсь слегка об этом рассказать. В первую очередь, если вы ходите в хоженую в какую-то пещеру, в которую уже ходило много людей, то застрять, в принципе, в ней не надо. Все какие-то более-менее узости, которые в ней существуют, они хожены уже сотни человек. И реально, если бы в ней кто-то застрял, то это была бы история, известная на весь мир. Конечно же, никто в таких пещерах не застревает. Там иногда в некоторых местах где-то надо по-пластунски пролезть, иногда бочком, иногда там трансик приходится протолкать вперед. Но на самом деле, практически ни в одной из таких популярных пещер не приходится где-то там залезть в узость, так что надо на выдохе, надо снять с себя каску. Такое встречается только в пещерах, где происходят какие-то первопрохождения, где ищут какие-то новые хода. А в хоженных местах все стабильно, все хорошо, и никакой опасности застрять нет. Вторая опасность, которую часто спрашивают, а не обвалится ли у вас какой-нибудь камень или потолок? В этом плане тоже Карстовая пещера весьма стабильна и безопасна. Они промыты водой, все, что могло обвалиться, в принципе, в них обвалилось. А если в ней какие-то были висячие камни, то они, опять же, были предыдущими спелеологами до вас сброшены. То есть, те люди, которые идут одними из первых, предыдущие поколения спелеологов, давно все камни, которые хоть как-то могли упасть, они их, естественно, скинули от греха подальше, чтобы ни на кого ничего не обвалить. И, в принципе, такой опасности, опять же, в вхоженных пещерах по хоженным маршрутам не существует. Реальная опасность, которая существует в пещере, это может быть разве что уронить что-то свое над своего товарища. В пещерах ходят с такими рюкзаками под названием Трансик. И вот если уронить Трансик, то это действительно опасная вещь. В таком случае, ну, бывали случаи травмирования и требует, естественно, какой-то осторожности, элементарной осторожности. Но такая опасность даже меньше, чем в горах свалить на какого-нибудь своего товарища лавину или обвал из камней. Следующий популярный миф о пещерах, о том, что в них можно легко заблудиться. На самом деле, отчасти он правильный, потому что и существуют пещеры лабиринтового типа, в которых действительно огромное количество ходов, ну, и название, соответственно, лабиринтового, среди которых можно запутаться и долго искать выход на поверхность. Большинство же пещер, куда хожу я, куда ходят мои товарищи, они достаточно очевидны и структура их достаточно понятна. Они промыты водой, зачастую это просто колодцы, соединяемые какими-то переходами и следующими колодцами, выходом на какие-то ручьи, речки и практически везде понятно, куда идти. А в тех местах, где какие-то развилки не очевидны, там просто ставится какая-нибудь маленькая метка, маленький турчик, да и просто надо запоминать такие места. Но таких мест, даже в больших пещерах, всего лишь 2-3 на всю пещеру и запомнить их не составляет большого труда. Опять же, в хожаных пещерах тропа протоптана, и если вы видите, что следов стало меньше, то значит, вы куда-то не туда свернули и надо вернуться назад и найти, где же вы потерялись ваш маршрут. Теперь несколько слов о том, как ходят в пещеры, как что одевают спелеологи, как они там перемещаются. Пещеры из себя напоминают обычные горы, обычные скалы, но при этом обводненные и с грязью. Одевают очень крепкий комбинезон, который закрывает все тело сверху донизу, чтобы никуда грязь не могла залезть. На ноги одеваются сапоги, на руки одеваются перчатки с такими скрагами, чтобы опять же грязь туда не попадала, вода не затекала. На ногу в обязательном порядке одевается каска со светом. Под комбинезон одевается одежда, теплое термобелье либо так называемый изотермик. Изотермик это тоже комбинезон, но сделанный из полора либо из ткани, с которой делают термобелье. То есть изотермик это такой толстый комбинезон термобелье. Если пещера вертикальная, то есть требует хождения по веревке, то поверх всего этого одевается снаряжение в виде нижней беседки, верхней беседки, дельты, спускового устройства, кроль-жумар, несколько усов с карабинами. При помощи всего этого можно подниматься и спускаться по веревке. Данная техника во многом похожа на то, что используется в горах, но имеет и очень существенное отличие. Все-таки спелеологическая техника хождения по веревке заточена под максимально эффективное хождение, потому что в вертикальных пещерах большой глубины приходится по веревке ходить очень много, переносить много груза как вверх, так и вниз, и снаряжение должно быть под это приспособлено, чтобы не убиться просто вот эти два километра вверх-вниз по веревке, лазить. Это действительно очень сложно, особенно если с кучей груза. Для закрепления веревки в пещере используют как естественные опоры в виде сталактитов с камней, сталагмитов, так и искусственные точки. Наиболее популярны, конечно же, искусственные точки. Их в огромном количестве можно встретить в пещерах. Чаще всего в наше время искусственной точкой является спид. Спид – это такая железяка, забитая в стену. Вначале делается специальное отверстие, потом туда вставляется железка, в которой есть резьба. В эту резьбу можно вкрутить болт. На этом болте висит железное ухо, в это ухо вставляется карабин, и уже в этот карабин встегивается веревка. Когда спелеологи уходят из пещеры, они вынимают за собой веревку, вытаскивают карабины и выкручивают туши с болтами. И в стене только остается маленький вот этот железный спид. Считается, что такой способ хождения минимально влияет на природу и не портит сильно внешний вид пещеры. Если пещера большая, сложная, глубокая, такая, что ее нельзя пройти с поверхности за один день вверх-вниз, то в пещерах устраивают подземный базовый лагерь, сокращенно тел. В больших пещерах устраивает несколько подземных базовых лагерей. Базовый лагерь из себя представляет обычную палатку, в которой вы живете на поверхности. Только чаще всего ее ставят без тента. Это просто дуги и внутренняя часть палатки. В ней спят на обычных пенках, в обычных спальниках, готовят еду на обычной горелке. Ничего сверхъестественного под землей не происходит. Зачастую возникает вопрос, опять же, нельзя ли под землей задохнуться, хватает ли там кислорода. Опять же, в наших кавказских классических карстовых пещерах с этим проблем нет. Практически везде есть сквозняк, ветер выдувается, горелку, если жечь, то углекислый газ тоже выдувается. Но есть пещеры редкие, в которых нету либо сквозняка, либо которые загазованы какими-то опасными газами. Настолько бывает загазованы, что в них опасно ходить. на Украине есть пещера Золушка, насколько я знаю, в которой в некоторых годах просто нельзя заходить, потому что можно отравиться и погибнуть. Про технику хождения в пещере я рассказывать не буду, потому что тема сложная, научить ее по интернету, по ютюбу просто невозможно. Необходимо обязательно заниматься с опытным человеком, чтобы вас тренировал опытный человек, чтобы вас в первую пещеру, во вторую пещеру, а лучше даже и в третью пещеру, чтобы вас водил опытный товарищ, который вам повесит правильно навеску, который вам расскажет, как по ней правильно ходить. И только после этого, пройдя уже много пещер, можно начинать как-то самому осваивать их. В первую очередь начинается это с выемки навески. Когда вы вынимаете навеску, вынимаете веревку, отсёгиваете карабины, вы очень хорошо начинаете понимать, почему повешено именно так, почему веревка висит именно в этом месте, а не в другом, а уже потом, когда вы всё это дело освоили, когда вы уже физически и морально можете ходить в пещере достаточно долго, носить большие грузы, то уже можно переходить к более продвинутому уровню спелеологии, где вы будете заниматься не только созерцанием подземных пространств, но будете исследовать их и сами. То есть будете искать какие-то новые хода, сами будете забивать спиты, сами будете вешать навеску, будете уже водить новичков, сами будете лазить в новые узости и открывать новые залы. Вот это именно то, что привлекает основную часть спелеологов, серьезных спелеологов. Это то, что под землей до сих пор еще, в общем-то, ничего не открыто. Открыто большое количество пещер, но в каждой из них есть какие-то везде продолжения, какие-то хода, куда просто лень было сходить, то есть не было времени. Куда-то бежали, заглянули, посмотрели, вроде дырка куда-то идет, а куда она идет, неизвестно. Зачастую в очень многих пещерах продолжения, серьезные продолжения были найдены именно в таких вот маленьких неприметных дырочках. Туда всего лишь заглянули, посмотрели, где-то немножко влезли наверх, посмотрели вниз, оказалось там новый параллельный колодец, который уходит куда-то там на километры под землю. То же самое было с Вороней. Она изначально, по-моему, заткнулась на 200 метрах каким-то непроходимым глыбовым завалом. Однако, где-то в каком-то колодце нашли отверстие, в это отверстие на веревке закачнулись, залезли, посмотрели, и вот там пещера повалила. Повалила так, что стала глубочайшей пещерой в мире. Такое в спелеологии случается просто на каждом шагу. По большому счету под землей скорее всего ничего практически не исследовано. По некоторым оценкам в карстовых массивах более 10% под землей пустот. 10% пустот это очень много. Это значит, что мы исследовали, были где-то в очень-очень мизерной части всего того, что есть под землей. В отличие от того, что на самом деле на поверхности. Потому что на поверхности все горы известны. Ну, понятно, все давно отфотографировано всеми самолетами и спутниками. И разве что можно придумать, только это какой-то проложить новый сложный маршрут на гору. Но для этого надо годами заниматься, потратить, может быть, скорее всего, всю свою жизнь на то, чтобы стать великим альпинистом, чтобы проложить какой-то новый маршрут. Все остальное, что вам светит на поверхности, хоженными маршрутами. Может быть, очень сложными, но уже хоженными. Под землей всегда есть маршруты, всегда есть места, где никто никогда не был. Которые тысячу лет были под землей, были в темноте, которые промывала как-то вода, строила природа. И, будучи даже не очень опытом спелеологом, на второй год, может быть, хождения в пещеры, вы можете уже что-то найти свое. Это действительно интересно. Это вот под землей то самое место осталось, единственное место на земле, которое можно еще открывать. И если у вас есть дух исследователя, дух первооткрывателя, то вам стоит попробовать сходить в пещеры. С одной стороны, это очень сложно, очень интересно, очень своеобразно. Я не смогу вам объяснить, находясь вот здесь на поверхности, что такое под землей, что такое быть под землей. Даже показав вам часами видео, вы все равно не поймете, что это такое. Пока не опустите сюда сами, пока сами не поставите свой подземный базовый лагерь, не переночуйте первую ночь под землей, потом, может быть, проживете неделю под землей, откройте свои первые сто метров по горизонтали, потом первые десять метров по вертикали какой-нибудь колодец, повесите свою первую веревку. На самом деле, это совершенно непередаваемые впечатления, которые можно получить только самому. Никакое видео вам этого не расскажет. Поэтому, если вы хотите увидеть это своими глазами, то найдите поблизости от вас спелеосекцию. Не поверите, но даже в Беларуси, в которой нет ни одной пещеры, ни одной серьезной пещеры, есть своя спелеосекция. Очень сильная спелеосекция в Минске. Такие спелеосекции есть по всей России. В Москве их огромное количество. Найдите себе спелеосекцию, сходите с ними на тренировку, потренируйте хождение по веревке, это обязательный навык, и после этого езжайте в свой первый новичковый поход. Может быть, будет вот здесь вот на Воронцовку, где сейчас нахожусь я, может быть, будет в Крым, где огромное количество красивых, интересных, разнообразных пещер. Может быть, это будет Урал, там тоже есть интересные пещеры. На самом деле, мир огромен. Мир пещер просто безграничен. И если вы займете спелеологией, вы ни в коем случае не пожалеете. Ну и самое главное, что вы найдете в спелеологии, это интересная компания единомышленников, туристов, сильных людей. В пещеры не ходят люди какие-то размазни, потому что, ну, это сложно, это требует какой-то выносливости моральной, физической, ходить под землей без света, со своим искусственным источником света. Это на самом деле непросто. Это будет испытание и для вас, и для ваших друзей. И, безусловно, вы здесь найдете себе новых товарищей, новых знакомых, новые приключения. Так что дерзайте, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok